Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. С вами Анастасия Борисова. И вот самые актуальные темы к этому часу. Уже год в России действует единая система жилищного строительства. Для чего она нужна? Горы мусорных пакетов и неприятный запах во дворах. Жители Заринска недовольны работой нового регоператора. Подробности далее. Начинающий программист Артем Попадыч стал призером Всероссийской олимпиады по математике из Алтайского края. С одаренным ребенком Барнаульской гимназии встретилась наша съемочная группа. В России уже год работает единая информационная система жилищного строительства нашдом.рф. Предназначен этот ресурс для всех участников строительства, контролирующих органов, представителей власти, риэлторов и потенциальных покупателей недвижимости. Система должна сделать строительную сферу более прозрачной. На этом ресурсе можно узнать о любом строящемся объекте в Барнауле, Москве, Сочи или любом другом городе страны. В системе размещаются данные Росреестра, Банка России, Росстата, Фонда содействия реформирования ЖКХ, региональных органов исполнительной власти и подведомственных организаций, а также Фонда защиты прав граждан. Застройщики признают, что портал нашдом.рф может быть достаточно полезным ресурсом. Глазами строителя – это площадка, куда он заносит всю информацию. То есть, если раньше разрешение на строительство получали мы в муниципалитете, проектную декларацию подавали в госинспекцию, то сейчас все данные соберутся на одном ресурсе, на одной площадке, и застройщики будут видеть, ну, любые пользователи это будут видеть. Среди основных задач системы – обеспечение полной прозрачности долевого строительства для граждан и всех участников жилищной сферы. Насколько успешной показала себя система и какова ее судьба в связи с полной отменой долевок – в наших следующих сюжетах следите за эфиром. Весной 2018 года Заринск получил статус «Территория опережающего социально-экономического развития». Всего в России таких 89, а в Алтайском крае – только две. Что изменилось в городе после присвоения нового статуса – расскажем далее. За прошедший год в Заринске появилось два новых резидента территории социально-экономического развития. Это предприятие «Русская кожа», которое начнет работу в июне, и «Сибирский фанерный комбинат». Новый статус позволит ввести особый налоговый режим. На «Русской коже» уже в штате 35 сотрудников и ведется активная работа по подбору нового персонала совместно с Центром занятости населения Заринска. На «Сибирском фанерном» работают 243 человека, а средняя зарплата на предприятии – более 24 тысяч рублей. И в сентябре, в третьем квартале, может быть, в четвертом, если днемся сроки поставки оборудования, мы планируем запуск билетного производства, которое создаст еще около 20 рабочих мест, и решит основную проблему в утилизации древесных подходов на нашем предприятии. Претендуют на получение статуса резидента ТОСЭР еще несколько предприятий Заринска. Это «Экспресс-Лес», «Торговый центр» и «Заринская вагонно-ремонтная компания», которая появилась только в декабре 2018-го. В планах у предприятия создать современный вагонно-ремонтный комплекс и обеспечить еще сотню новых рабочих мест. За год в экономику города инвестировано 2 миллиарда 343 миллиона рублей, но развитие не заканчивается. Линейный менеджер Заринска Александр Суморогов отметил, что городу нужно реализовать два проекта в 2019-м. «Прошагай город» – игровой квест, где на карты Яндекса и Гугла нужно нанести все достопримечательности города. И проект «Улица Никольская» по созданию прогулочных торговых улиц в российских моногородах по аналогии с Никольской улицей в Москве. Местный малый бизнес, занимающийся традиционными ремеслами, сможет разместить там свои торговые лавки на льготных условиях. А вот работой нового регоператора в Заринске недовольны. Жители жалуются на горы мусорных пакетов и неприятный запах во дворах. Говорят, что после мусорной реформы город стал тонуть в отходах. Десятки пакетов, разлетевшийся по всему двору мусор, запах отходов. Таким антуражем встречает любого попавшего сюда двор на улице 25-го партсъезда. По словам жильцов, отбросы не вывозили отсюда несколько дней. Года два, наверное, или три у нас стояли корзины для пластиковой тары. И заполнялись, тоже вывозили регулярно. И мусор вывозился два раза в день. Гор мусора не было. Сейчас недоволен весь город Заринск. Это не только вот эта мусорка, это возмущается весь город. А начался этот мусорный беспредел после Нового года, когда компания Избийска выиграла тендер и начала работать в Заринске. Прокомментировать такое качество услуг по вывозу мусора решил представитель регоператора в городе, который, к слову, случайно оказался на проблемном участке. По его словам, проблему поможет решить увеличение мусорных контейнеров. Если мы даже сейчас пройдем в соседний дом, за этот дом вы увидите, что при наличии двух уже готовых площадок, полностью оборудованных, где можно установить, я думаю, порядка десяти контейнеров, стоит четыре. И, в общем-то, это не настолько большие затраты, чтобы действительно каким-то образом не только с нашей стороны, но и со стороны властей помогать. И если с дворовыми территориями все более-менее ясно, то как быть жителем частного сектора? К примеру, на улице Ленина мусор никто не вывозил еще с начала майских праздников. Как нам пояснила консультант жилищного отдела управления по ЖКХ регионального минстроя, ситуация, которая сложилась в Заринске, имеет две стороны. Во-первых, все-таки не всегда регоператор качественно выполняет свою работу. Во-вторых, бывает и так, что этим же грешат управляющие компании. По итогам рейда мы выводы соответствующие сделаем, проведем соответствующую работу с органами исполнительной власти, ответственными за данную сферу, помимо минстроя. Также с рекоператором проведем работу и все это документально оформим. По словам специалистов, подобные ситуации могут предотвратить сами жители. О проблеме достаточно вовремя сигнализировать. Например, вы можете писать на почту региональному оператору или в управление Роспотребнадзора. Вашу жалобу зафиксируют и примут меры. Яна Аксенова, Евгения Князева, Сергей Балуев. Новости. Добавим, что вопрос взял на контроль губернатор Виктор Томенко. Он поручил министру строительства и ЖКХ Края Ивану Гелеву совместно с регоператором и местными властями разобраться с проблемой вывоза мусора в Заринске. Причиной этого стали множественные жалобы жителей на нерегулярный вывоз мусора и скопление его в городе. Отключать горячую воду начинают сегодня в Барнауле. Первыми станут потребители по контуру ТЭЦ-3. У них не будет горячего водоснабжения до 5 июня. Под отключение попадают дома индустриального района, часть Ленинского и железнодорожного районов, кварталы по улице Георгия Исакова. С 17 июня по 10 июля такое же ограничение введут по контуру ТЭЦ-2. Отключения плановые, связаны они с испытаниями теплосетей. И продолжаем выпуск. Движение юнормейцев развивается и зарождается в районах края. На днях в селе Родина торжественно вступили в ряды юных военных, школьники со всего района. Это шаг вперед. Это важный момент в жизни. В юнорме это ответственно, и пока не каждому есть такая возможность поступить в юнорме. И хорошо, что такая возможность появилась. Гордость за Родину берет, когда гимн играет. Всего ряды юнормейцев пополнили 70 школьников. Среди них как девочки, так и мальчики. Возраст ребят с 5 по 11 класс. Обучать военной дисциплине юнормейцев теперь будут в местном военно-патриотическом клубе «Рубеж». Его представители поздравили ребят с вступлением в новый статус. Разрешите вас поздравить с вступлением в ряды юнормейского движения. Вы первые в Родинском районе и одни из первых в Алтайском крае. Вы в истоках состоите, стоите в истоках начала юнормейского движения. Добавлю, юнормейское движение зародилось в 90-х на основе детско-юношеской добровольной общественной организации «Движение юных патриотов», которая была образована путем слияния военно-спортивных игр «Зорница», «Орленок», «Гайдаровец», «Постов» у «Вечного огня славы», военно-патриотических клубов и других. Сейчас в рядах движения насчитывается более 400 тысяч участников по всей стране. Поклонник Эйлера, любитель формулы теорем, Артем Попадыч, начинающий программист, единственный призер Всероссийской олимпиады по математике из Алтайского края. С одаренным ребенком в Барнаульской гимназии встретилась моя коллега Елизавета Конева. Так на перемене десятиклассник Артем объясняет одноклассникам очередную сложную теорему, которую недопоняли на уроке. Способности решать нестандартные задачи у мальчика проявились еще в седьмом классе. Пока на уроках все карпели над обычными линейными уравнениями, он на скорость находил ответ к задачам повышенной сложности. Если ты решаешь, тут еще очень важно, что если ты решаешь кучу абсолютно одинаковых примеров, которые, ну там, условно простые, в которых не сильно много надо думать, то ты закрепишь какой-то конкретный навык, но ты не станешь сильно хорошим математиком. Со временем Артему стало скучно на школьных уроках. Тогда учитель записал его на кружок, где готовят олимпиадников. И не ошиблась, результаты порадовали. В Перми на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады его работа вошла в сотню лучших. Уже в седьмом классе он был победителем Олимпиады в Узовской. Союза ректоров Олимпиада звезда была сначала, изначально. Потом была Олимпиада имени Эйлера в восьмом классе. Таких детей видно уже, ну, я его учу с восьмого класса. В восьмом классе это уже было заметно сильно, конечно. Остаток отделения числа А в степени П минус один, остаток отделения этого числа на П будет равен один. Несколько минут цифр и формул привели меня в ужас. Мне, человеку, далекому от математики, непонятно, как можно доказывать теоремы и решать задачи с такой любовью. Артем попытался объяснить. Он любил математику, так же, как обычный человек шоколадное мороженое. По результатам Олимпиады математик Артем может поступать в любой вуз без экзаменов. Признается, мечтает в будущем доказать еще недоказанную теорему и стать выдающимся программистом. Елизавета Конева, Сергей Балуев. Новости. На этом все. С вами была Анастасия Борисова. До встречи в эфирах.